Добрый вечер. Я очень рад, что в МГИМО тоже начинается мероприятие по израильскому времени, а не вовремя. В Израиле так называется. Говорит о том, что мы, конечно, как две страны идем на сближение. То есть 20 лет дипломатические отношения, они что-то нам дали. Мы научились приезжать вовремя, а вы научились немножко задерживаться. Напоминаю, Ближний Восток. Говорить о разрешении израильско-арабского конфликта можно было бы всего минуту полторы, наверное, и на этом закончить, потому что решить его очень просто. Достаточно было бы, чтобы арабские страны признали право Израиля на существование, отказались бы от идеи его уничтожения, перестали бы обстреливать Израиль с юга и с севера разными ракетами, и в Израиле было бы все спокойно, и в арабских странах было бы все спокойно. Плюс, если бы различные мировые державы тоже не вмешались бы в наши отношения, не пытались бы навязывать свои неуклюжие решения, которые они уже опробовали на примере Ливии, на примере Ирака и на примере других точек мира, где они сумели своими мирными инициативами отправить на тот свет десятки, а где и сотни тысяч людей и лишить людей шанса на какое-то нормальное существование. К сожалению, это фактор, с которым приходится нам тоже сталкиваться и не особо надеяться на то, что в ближайшее время Ближневосточный конфликт будет разрешен. Ну а самое последнее, наверное, что еще требовалось бы, это чтобы арабы, с которыми нам приходится меделы, иначе бы относились к самим себе для начала. Потому что какой мир может быть между нами и арабами, когда между арабами и арабами? Мир, он носит характер, вот, например, десятков тысяч убитых только что в Ливии, не без поддержки наиболее прогрессивной части современного человечества, стран НАТО, которая в виде гуманитарной помощи устроила в этой стране массовую бойню. Бойня была взаимная, обоюдная. И в этих условиях, конечно же, мы должны сказать, что полторы минуты этого будет недостаточно, ибо мира на Ближнем Востоке в ближайшее время не будет, вне зависимости от того, что мы будем делать. Мира на Ближнем Востоке не будет, если завтра в Израиле придет к власти премьер, который захочет еще отдать какие-то территории движению Хамас, или движению Фатах, или еще каким-нибудь приятным людям, как, например, движение Хизбла, во главе с их лидером, прошу прощения за выражение, Насраллы. Это зависит не от нас, а от нас зависит то, как мы будем регулировать эту ситуацию, и как мы будем также общаться с тем миром, который смотрит на нас и ничего не понимает обычно. Потому что Ближний Восток сегодня – это сумасшедший дом. Вот на днях, совсем просто на днях, организация ЮНЕСКО признала статус государства Палестины. Сижу я и дивлюсь. Вообще-то, организация ЮНЕСКО должна заниматься культурой. Вообще-то, организация ЮНЕСКО должна была быть озабочена культурным уровнем населения в мире, крученица по поводу отсутствия в новом поколении каких-то серьезных, уже великих писателей, о полной убыли пианистов, художников. Если не стопроцентный убыли, то сравнить можно разве то, что сегодня происходит в сфере культуры в мире с тем, что было 30-40 лет назад. Я, как выпускник Дейсинского училища московского, могу свидетельствовать, что мы не можем сравнивать. Я думаю, что вы в МГИМО со мной тоже согласитесь. Эта организация должна оберегать разные памятники. Правда, не везде. Если памятники Стрины находятся на территории какой-нибудь спорной Абхазии, то они туда не очень спешат двигаться. Но зато эта культурная организация решила, что она вправе признать какую-то террористическую организацию не более-менее как государству. Представьте, что завтра приедет туда Ахмед Закаев и скажет, что давайте признаем Ичкерию тоже во главе с ним. Ведь организация ЮНЕСКО в этом случае не сказала, что Палестина как государство представлена кем? Реальным властителям сегодня большинства движением Хамас или неким обумазанным, который не может сегодня, я думаю, в Ромале даже без разрешения Хамаса, без согласия продать два крупных здания, не говоря уже о том, чтобы управлять чем бы то ни было. То есть везде и повсюду какие-то странные вещи происходят вокруг Ближнего Востока. Любое сообщение, которое мы читаем в прессе по Ближнему Востоку, оно всегда до смехотворности лживо. Причем даже то, что касается каких-то простых вещей, фактов. Ведь я вас спрошу, никто же не будет спорить с ним, что Израиль блокировал сектор газа на протяжении нескольких, кто-то будет с этим спорить? Ну как, Израиль блокировал или не блокировал? Сектор газа, флотилия мира, идеалисты, вот эти все идеалисты, вот вся вот эта либеральная братья вместе с вполне серьезными мужчинами, так сказать, мусульманского жесткого направления. Ну конечно же Израиль блокировал, правильно? Но если кто-то при этом изучал географию, даже в 3-4 классе, он понимает, что это утверждение смехотворное. Потому что границы сектора газа проходят не только с Израилем, но и с Египтом. Поэтому если кто-то блокировал сектор газа, то это Израиль и Египет, правильно я говорю? Или кто-нибудь хочет поправить мои географические познания, я еще помню, в 3-4 классе это знал, что границы, когда разные две стороны с обеих, границы, не может быть, что одна страна блокирует, а другая нет, то есть блокада. То есть если была какая-то блокада, значит блокада была совместно, египетская, израильская или израильская, египетская. И так далее и тому подобное. Выступая вчера по радио, мне сообщают, что Израиль решил строить поселение на палестинских территориях. Я говорю, это где такое есть, палестинские территории? Может быть на Луне? Даже если мы сейчас с вами будем исходить из того, что существует палестинский народ, об этом мы еще поговорим. Давайте на секундочку гипотетически себе это представим, что есть палестинский народ. Какие территории ему сегодня принадлежат? Я прошу прощения. Территории, которые сегодня называются оккупированными или освобожденными, или контролируемыми, это уже зависит от точности определения, они до, например, 1947 года, 1948 года, вообще принадлежали Англии. То есть это английские территории. Нет, не английские. А потом, с 1948 года, кому принадлежали и Ордании. То есть Израиль строит на иорданских территориях. Вообще-то с 1967 года прошло много времени. И эти территории контролируют Израиль. То есть Израиль строит поселение на израильских территориях. С одной поправкой. Можешь стать оппонентом, и он будет тогда прав, если он скажет, что Израиль экспоприровал частные земли, принадлежащие арабскому населению, и строит что-то там. Такое может быть, но такого нет. Поскольку это не так, как территории, которые никогда не были названы нигде, ни в каком документе, ни в каком международном праву, не могут определены быть палестинскими, тем не менее во всех СМИ, в российских, в американских, в китайских, в индонезийских, вы прочтете одно и то же. Поэтому наша задача не столько заниматься объяснением идейной стороны всего конфликта, сколько просто указывать на факты. Призвать людей к тому, чтобы они изучали хотя бы какие-то географические понятия 3-4 класса, открывали учебники истории, кому что принадлежало. И тогда сразу все станет понятно. Эти ляпы, которые сегодня по отношению к Израилю допускаются, они настолько смехотворные, что действительно, если человек просто поставит себе цель, взять любое сообщение по Ближнему Востоку, он вдруг убедится в том, что мы вообще живем в каком-то сумасшедшем доме, начиная с решения ЮНЕСКО, еще раз повторяю. Когда ЮНЕСКО берет на себя смелость, храбрость или еще что, заниматься тем, что определяет, что есть государство и что есть нет. Вы знаете, кстати, даже те из вас, вы же в МГИБО находитесь, кто занимается международным правом, согласятся с вами, что даже организация объединенных наций, в общем-то, не располагает никакими юридическими полномочиями создавать новое государство. Нет такого. Есть процедура объявления нового государства, есть на то международное право, но это не значит, что ООН может завтра решить, что это является независимым государством. Такого не было. Рекомендательная роль – это одно, а юридическая – это совершенно уже другое. Но, наверное, сказав это, все-таки стоит начать, наверное, с главного. Тем более, что мы находимся в МГИБО, и вот мое отношение к МГИБО было всегда пиететным. В былые времена МГИБО как раз было тем местом, которое готовило много из тех дипломатов, не только советских, но и других стран, которые были нашими соперниками, нашими оппонентами. Я думаю, что и сегодня мы услышим какие-то мнения, которые будут расходиться резко с моим мнением. Интересно будет только услышать, над чем они будут базироваться. А я хочу как раз обратить внимание на то, что сегодня в стенах МГИБО пишутся интереснейшие работы, интереснейшие философские, социологические, исторические труды. Так я с удивлением и с восторгом прочитал последнюю работу профессора Алексея Ивановича Подберезкина, которая дает интереснейший анализ развития человечества за последнее время. Вот, вы знаете, все, что великое, оно и простое. Подберезкин написал примерно так, что был период аграрного развития, когда этим все определялось. Дальше промышленное развитие. Промышленное развитие перешло постепенно в информационное пространство, когда информационное пространство, вы понимаете сами, в наши дни все от этого зависит. Как мы сейчас с вами говорим, нереальные факты, а какие-то виртуальные, набормотанные кем-то, лживые мантры. А следующий этап, говорит Подберезка, неизбежно и правильно, это теология. Это выход уже в сферу духа, и что настоящая борьба вашего поколения и нашего поколения, она находится как раз-таки в сфере высоких идей и высоких материй, и что мы идем именно к этому. Вот точнее нельзя было это определить. Именно с этого я хотел бы начать. С книги, первой книги Библии под названием «Бытие». Она начинается так. Сперва или сначала, как переведем, «Сотворил Бог небеса и землю». И 950 лет назад во Франции жил один мудрец, Раши, который приводит источник на эти слова из еще более древнего сказания, которое относится к периоду 2000 лет назад, Медраж, который говорит примерно так. Почему Библия начинается с этих слов? Как всегда, мы начинаем, задаем вопрос. Вначале сотворил Бог небеса и земля. Собственно, неестественно ли было бы, чтобы книга, которая в значительной степени является законодателем, у нее очень много законов, божественных законов, управления. Почему она не начинается, например, с первой заповеди какой-то? Почему книга начинается с определения того, как был сотворен мир, собственно, что это нам дает? И далее говорится очень странно. Тем не менее, мы говорим о традиции, и поэтому мы начнем именно с этого и постараемся это понять. Далее говорится, что вот, если придут народы мира и скажут, вы, израильчане, оккупанты и завоеватели, дословно цитирую, кстати, дословно цитирую, современным языком, но дословно, то скажете вы им, мир сотворен был Господом Богом. По воле своей изначально отдал он эту землю народу, хананейским, и по воле своей потом дал он ее, эту землю, Израилю. И все. То есть, еще тысячу лет назад Раши, две тысячи лет назад Медраж, считали, что вообще, с чего начинается Родина? С того, что нам придется отстаивать свои права и общаться и в Организации Объединенных Наций, и в ЮНЕСКО, и во всех международных форумах, когда нас будут пытаться выгнать из родного дома, с разными утверждениями о том, что есть такие-то народы, такие-то, которые жили до вас, жили после вас. Ну, конечно же, будут делать это американцы, которые очень даже эффектно, так сказать, защищают права человека в лице индейцев. Мы можем привести еще очень много примеров того, как разные европейские народы решали такие вопросы. Об этом стоит поговорить. Ну, мы сейчас будем говорить о главном. Все-таки, я думаю, что каждый из вас согласится со мной, что странно, что из всех возможных ответов на вопрос, почему Библия начинается со слов, «Сперва сотворил Господь», какие-то умные люди, я подчеркну, очень умные люди, указали нам именно на этот аспект. Это важный аспект. Но все-таки, согласитесь, не менее важно было бы понять, вообще, как сотворен наш мир. Да и, в общем, кроме Израиля, есть тоже другие места в мире. Давайте прямо скажем. Вообще, человечество состоит из очень многих разных народов, которые существовали до того, как еще появился на свет народ Израиля, до того, как все это произошло. Согласились? Я думаю, что все согласились. Есть и Индия, и Китай, которые вообще есть при чем, как бы оказалось бы. А нет. Если мы вдумаемся в это и подумаем о том, как в наше время воспринимается мировая история, то мы поймем, что в этих словах заложен глубочайший смысл. Куда глубже, чем просто утверждение некого права нашего народа на эту землю. Намного глубже. А именно, каждый человек, конечно, может прийти к вере в Бога через молитву, через медитацию, через собственный религиозный опыт, и это может быть опыт разных религий. И это неоспоримо. Каждый человек может также прийти к этому вследствие поисков. Но если мы с вами сегодня попытаемся рассказать кому-то о том, что есть божественное управление миром через историческую арену, вот, вслушайтесь в этом, через именно человеческую историю, то мы с вами придем к тому, что эти слова, они очень-очень значимы. Отвлекусь, еще Губелев, кстати, указывал на особую роль Израиля, когда он изобрел свою, весьма, кстати, небезынтересную теорию пассионарности, как вверх-вниз, народы вздымаются вверх-вниз, вверх-вниз. Не знаю, читал ли он древние иудейские источники на эту тему, где, собственно, так и объяснялась история Египта, Вавилона, Греции, Рима. А дальше Гумилев, который очень, кстати, не любил нашу расу или нашу нацию, сказал, а вот с этим я вообще не знаю, что делать, потому что у них-то пассионарности не закончилось до сих пор. Вот так Гумилеву пришлось наткнуться на этот камень, представение в его весьма-весьма, кстати, интересной теории. И, подходя к главному, если ко мне придет сегодня любой человек и спросит меня, откуда я знаю, только на уровне реального мышления сейчас, не потому что я верю в это так, как мне показалось, или мне тетя Нюра рассказала, или тетя Сара рассказала, нет, нет. То есть мы должны в виде доказательства неоспоримого привести, что можем привести в виде неоспоримого доказательства, то, что мир действительно живет вот по принципу, который выявил еще хорошо под березкой, на которой является на самом деле принципом божественного управления. Это создание государства Израиля. Как мы это доказываем? Открываем Библию. Будет только книга Бытия, когда Господь заповедал эту землю Аврааму и говорил об изгнании и возвращении. Ицхак, Яков, а дальше мы берем пророков Исаия, Иеремия, Иезекиэль. Хотите, копнем дальше, дойдем до самых последних пророков. И у всех вы у них прочитаете именно вот это, что главное в истории, главное знамение. Не главным в смысле того, что для китайцев может это вообще и посредством. Нет. Но что знамением мировой истории и проявлением божественной воли в мире будет изгнание Израиля, рассеяние по всему миру, как наказание в том числе, потому что этот народ должен нести определенную миссию, в том числе и страдальческую, и за свои же, кстати, прегрешения. А далее этот народ с четырех концов света соберется на своей земле. И совершится то, чего не совершалось никогда ни с одним народом. Это будет знамением веры. И поэтому, когда мы начинаем книгу бытия с того, что целью творения и явлением Бога было это, через, казалось бы, придернутые непонятно откуда слова определенных мудрецов в толкованиях, мы видим, что в этом есть реальный смысл, друзья. В этом есть реальный смысл. Никто не встанет, не оспорит того, что государство Израиль, оно действительно является явлением космическим, гигантским по своей духовной силе. Само все государство может кому-то больше нравится, нет. Если кому-то не нравится отдыхать в Эйлате, может поехать в Лимассоль. А вообще, я предпочитаю даже другие совсем места. Дело-то не в этом. Суть совсем не в этом. Суть куда глубже. И когда мы понимаем это, то мы понимаем, что в ближневосточном конфликте есть не только империализм, социализм, либерализм, сионизм, еще какие-то измы, а есть нечто, что касается самой сущности мировосприятия, бытия, что без этого действительно мы никуда не денемся. Об этом будем говорить, надо говорить. После того, как я закончу, я жду от вас вопросов не политкорректных, а именно сущностных. Потому что сущность здесь важнее всего. Сущность и правда. Если мы хотим что-то понять. Начав с этого, мы продолжим. Мы же с вами говорим о том, что сейчас ЮНЕСКО признает государство Палестина. А откуда это слово взялось такое, Палестина? Откуда взялось слово Насрала, мы знаем. А откуда взялось слово Палестина? Вообще, почему вдруг палестинский народ? Какой палестинский народ? Слово Палестинова. Встречается. Впервые. В той же самой Библии. В книге бытия. Как раз в эту неделю мы читали недельную главу, которая начинается с повествования о Ное и дальше о других народах. И дальше мы объясняем, что да, было нечто такое, какое-то хамитское порождение. Помните, там Ной, его сыновья, три сына, один из них был. Хам. Вот некое хамитское порождение, которое таки да, утвердилось на определенном этапе на той самой территории, где сейчас находится сектор Газа, плюс еще города Ждот-Ашкелон. Кстати. И оно называлось Плэшет. На русском языке они должны звучать, как филистимляне. Кстати, смешно, вы все говорите Палестина, арабы-то не выговаривают букву П. У них Ф, они называют это Фалестин. И гимн у них, который в переводе на русский, на русский звучит, как земля, моя земля, звучит по-рабски, как бляди, бляди. Можете все послушать в интернете. Это гимн, то есть самой организации, которую сейчас хотят принять в объединенную нацию. Нет, нет, это действительно, Баллад, это земля по-рабски. Не поймите, я неправильно. Баллад, земля по-рабски. И, соответственно, бляди, бляди, это так звучит, да? Очень пассионарно, я бы сказал. Очень пассионарно. В действительности, был такой древний народ, который любой человек, иудейская, христианская и мусульманская вера, также может назвать, как народ с оттенком антихриста. Если мы понимаем, Христос сейчас не в узком христианском смысле, а более широком, как просто мессия, не задев никого, то мы с вами увидим, что это тот самый народ, который пытался удушить мессианские ростки. Это те, кто боролись с царем Давида, который был предтечем мессии, это главные враги Давида, это те, кто украли ковчег завета, палестинцами или филистимлянами, был Голиаф. Открываем Библию, читаем пророка Исаию, и все пророчества, которые касаются того, что называется на иврите, плещет, или филистимляне они там, или еще что-то, кстати, народ, который по определению называется народ оккупант, потому что полеш на иврите, это именно оккупант, это незаконно вторгшись, они изначально определяются как незаконно вторгшись на ту территорию народу. Но, друзья, все это было так давно, согласитесь, с тех пор прошло уже столько лет, уже 2,5 тысячи лет приблизительно, как никаких филистимлян нет на карте мира. Кстати, историки спорят, частично приехали на несколько греческих островов, или это все целиком из Египта. Есть исторический спор, вы можете обратиться к историкам, вы видите много споров, только спору нет по поводу одного, что уже 2,5 тысячи лет никаких филистимлян нет. Они исчезли задолго до того, как появились арабы, задолго до того, как появился ислам. Какое отношение теперь вот эти самые люди, которые находятся на территории Израиля, какое отношение они имеют к древним филистимлянам? Кто ответит на этот вопрос, тот получит пятерку, но ответа на этот вопрос нет, потому что никакого отношения они к этому не имеют. Конечно же, можно сказать, что любая группа населения можете называть как угодно. Я сейчас могу назвать чукчей, наверное. Пойти куда-то, и раньше была графонациональность, договориться с милиционером, заплатить что-то и стать чукчей по паспорту. Некоторые евреи так и делали, вы знаете, в советский период. Легче было поступать в вузы, прямо в ГИМО, кстати, в те времена. Но, если говорить серьезно, то какое отношение это все имеет к ним? Есть отношение. Есть отношение, на самом деле. Когда римляне поработили иудеев, когда они распяли не одного, а около 250 тысяч евреев на крестах, было распято тогда около 250 тысяч иудеев, после того, как восстание против римлян провалилось. расправились и унижали население, так как римляне умели. Надо сказать, что римляне вели себя достаточно лояльно к тем, кто принимал сразу их власть, но поскольку иудеи воевали, и воевали не на жизнь, а на смерть. Тот, кто был в Израиле, знает, что такое Масада или Мецада, знает, что такое Гамла. Это места, где люди сражались на протяжении долгого времени, побеждали римлян, выгоняли римлян, и война была жуткая. Речь идет на то время совершенно огромное количество жертв. Люди гибли за свою страну, а потом их страна была разрушена. И римляне, чтобы унизить иудеев, назвали ее тогда Палестином, в честь этих самых филистинян, которых уже не было. Не было филистинян, но страну они назвали Палестином. Есть очень интересная, кстати, здесь тоже подробность, жалко, что нет никого из арабских студентов. Был бы, спросили бы, есть такой город на то, что называется Западный берег Иордана или в Самарее, который город под названием Наблус. Вы слышали про Наблус? И вот идет спор. А вот мы его называем изначально по-библейски Шхем. А вот он откуда вообще взялось название Наблус? Любой араб скажет, как изначально был Наблус, искомный Наблус, еще до того, как родился Адам, уже палестинцы там строили Наблус. А название откуда взялось Наблус? Дело в том, что арабы, как вы знаете, не выговорят букву B. Римляне назвали этот город, меняли все названия, кстати, Иерусалим же тоже изменили название. А название Шхема они поменяли с Шхема на Неаполис. Вот из Неаполиса вышел исконный палестинский город Наблус. Вот так мы живем. Наблус это исконный город ЮНЕСКО. Кстати, спросите, вам там скажут, что это еще с незапамятных времен все это было. Как развивалась история палестинцев дальше, вы знаете, никак. Эта территория действительно называлась Палестина, с тем, чтобы подчеркнуть отсутствие на ней исконного еврейского населения, что тоже было, как всегда, неправдой. Евреи жили всегда на территории земли Израиля. Невзирая на то, что большая часть конечно же еврейского населения была, кто изгнан на Римню, кто под экономическим давлением уехал. Кто уехал просто потому, что люди иногда ищут более злачные места, к сожалению, не все герои. И среди нашего народа есть люди, которые могут быть для вас примером благородства, чести, достоинства. И могут быть примером того, как делать никогда не стоит. Так как Израиль иногда срушает поступки, которые являются, я считаю, примером для других, а иногда является примером того, как делать не надо. Об этом тоже можем сегодня поговорить. И тем не менее, те, кто почитают, например, отчеты разных католических монахов, которые, паломников, приезжали на землю Израиля в 12-м, 13-м, 14-м, 15-м, разных веках, вы убедитесь в том, что там евреев было больше, чем арабов всегда. Арабы там не жили никогда, это не была их территория. Они никогда не думали о том, что эта страна должна быть Палестина, у них было сколько лет для того, чтобы позаботиться о какой-то своей Палестине. Друзья, давайте вспомним, Салахадин, который завоевал эту территорию еще, и что? Это была Палестина? Нет, это была какая-то провинция, подчиненная Салахадину и его империи. Дальше, правили же там турки, ну они что, не мусульмане? Что они, иудеи, что ли? Турки правили там сотни лет. Почему на протяжении сотен лет? Ни один не вылез. Арабы сказали, ну это же наша земля, беляди, беляди, почему никто не кричал? Почему никто не кричал беляди, беляди, сотни лет? Было меньшинство арабское там, которое сегодня они называют шето-палестинское. Никто ни разу не сказал, ты наша земля, отдайте нам ее. С турком ни разу этого не сказали. В конце 19 века все больше и больше приезжает туда евреев, которые почувствовали мессианский зов. Сперва это были каббалисты, ученики Вилинского Гаона, потом приехали уже и разные социалисты, народники из России, кого только не приехало. И вот тут вдруг мы узнаем о том, что у арабов появляется желание тоже селиться там. То есть именно в противовес, именно в пику, именно в качестве некой попытки загасить вот это новое течение, возникло арабское национальное движение, которое возглавил кто, иерусалимский муфти Хаджамин Эль-Хусейни. Он прославился не только тем, что инициировал еврейские погромы в 21-29-36-37-м годах, он прославился тем, что создал для Адольфа Гитлера мусульманскую дивизию в Боснии, о том, что уговаривал Айхмана не оставлять в живых ни одного еврея в Венгрии, когда об этом пошла речь. Он очень много сделал для Третьего Рейха, он распространил идею нацизма среди арабов, не только так называемых палестинцев, которых он уже начал называть палестинцами, кстати, он уже называл их палестинцами, но и среди арабов соседствующих стран, как вы знаете, во время войны арабы преимущественно были на стороне Гитлера, благодаря усилиям этого человека, а после войны он жил в Ливане и был и вдохновителем и создателем организации освобождения Палестины, первым лидером которого был Ахмед Шукейри, и эта организация была создана в 1964 году, очень важно, что именно в 1964 году была создана эта организация, сейчас мне скажут, ну да, конечно, палестинцы же не получили свое государство, а решение ООН было, сейчас мы к этому как раз и подойдем. И вот эта история, она перекликается с другой историей, которую тоже следует знать. Истории, на базе которой до сих пор и сегодня я это услышу ни раз и ни два. Почему вы не готовы пойти на уступки? Почему вы не хотите им еще что-то уступить? Сколько можно жить в состоянии войны и конфронтации? Да, вот давайте сейчас всю аргументацию. Сколько можно жить в состоянии войны и конфронтации? Неужели вы не можете пойти навстречу и помириться? Неужели вы не можете? Не можем. Рассказываю почему. Вот с тех пор, как мы схлестнулись еще в 21-м году. А почему они устраивали погромы в 21-м году, кстати? Из-за того, что были оккупированные территории? Пусть кто-нибудь расскажет. Почему они вырезали еврейскую общину Хевроны, которая просто была религиозной общиной, люди сидели, занимались богословием, дружили с арабами, были прекрасные отношения с соседями, и вдруг, как спичка, то, что вы знаете хорошо по Кавказу, жили, жили, жили десятки лет вместе, и вдруг все загорелось и жутчайшим образом избивают, насилуют, режут, причем со всеми атрибутами арабской и восточной иногда жестокости. Есть такое дело, что действительно на Востоке часто убийства носят характер еще издевательства, как проявление некой мужской силы. Это свойственно многим. На Западе делается иначе, на Западе без издевательств, просто разу газовые камеры намного более эффективны, мы знаем как. А на Востоке все-таки нож в спину, это выколоть глаза. Западным людям это меньше свойственно последние века. Просто как факт к тому, что Восток имеет свои преимущества, Запад имеет свои преимущества, а мы поговорим сейчас о том, что происходило дальше. А дальше 1922 год, Лига наций принимает решение о том, что подмандаторная тогда, находившаяся в руках Великобритании, Палестина должна стать национальным очагом еврейского народа. Теперь, что вы себе представили, что такое подмандаторная Палестина, это нынешний Израиль, весь, включая Иудею, Самарию Газа, естественно, а также всю Иорданию. То есть, по первому решению тогдашнего ООН, нам сегодня причиталась бы вся Иордания, а также весь Израиль, включая купированные территории, так сказать, западный берег, то, что называется. Это неоспоримый факт. Кто хочет спорить, так пусть ознакомится с документами. Все написано. Англичане, которые до того признали в декларации Бальфро то же самое, ровно то же самое, сами потом отказались от этого по разным причинам. Они, наоборот, препятствовали еврейской миграции. И дальше наступает памятный 47-й год, 29 ноября, когда вопреки воле Англии и, надо сказать, и вопреки госдепу Соединенных Штатов Америки при совершенно иррационально необъяснимой тогда эффективнейшей поддержки страны Советского Союза лично по распоряжению Сталина была принята резолюция о создании двух государств на территории уже тогда Палестина, которая была без Иордания. То есть они отрезали Иорданию, англичане создали свою Иорданию, а дальше поделили вот эту территорию, на которой сейчас находится Израиль, включая, так сказать, территорию, на арабское и еврейское государства. Даже не было сказано палестинское, арабское и еврейское государство. Арабы сразу же отвергли эту резолюцию. Еврейское население во главе с Бен-Гурионом это признало. Началась война, арабы потерпели поражение. Кто-то будет спорить с этим, что семь армий вторглась. Кто-то будет спорить с тем, что происходило тогда на нашей территории. Я что-то не так говорю. Бен-Гурион это принял, они это отвергли, они проиграли. А дальше самое интересное. С 1948 по 1967 год территория Иудеи и Самарии, о которой сейчас слезно говорят, что это территория палестинского государства, находилась в руках Иордании. Почему на протяжении 19 лет не было создано там палестинское государство? То есть Израиль изначально был готов хорошо, пусть будет государство, пусть оно будет палестинское. Они отвергли, начали войну, проиграли. Дальше. 19 лет проходит, государство не создается. 1967 год Израиль наносит превентивный удар по Сирии и по Египту, как вы помните. на которой назывались тогда Объединенная Арабская Республика, а Иордания оказывается сбоку. И Мушадаян, сильная злоба Абаян, помните, генерал Мушадаян, он звонит королю Иордании Хусейну, давайте сохранять примере, на что король Иордании Хусейн говорит хорошо Мушадаян и нападает на Израиль вопреки этой договоренности и просьбе. То есть, Иордания как раз тогда напала на Израиль. Они напали, они проиграли, лишились Иудеи и Самареи, Сирия лишилась Голландских высот, и Египет лишилась Синейнского полуострова. И вот после этого Израиль стал крупной уже территориальной державой, как вы знаете, и начались попытки замирения с арабами при помощи территориальных уступов. Вот их надо и разобрать. Когда говоришь, что Израиль должен уступать, Израиль не уступал? Как вы знаете, как вы знаете, а если не знаете, я вам расскажу, что к началу, уже к 1982 году поэтапно Израиль полностью ушел с Синайского полуострова. Синайский полуостров это территория, которая в три раза больше, чем весь Израиль со всякими другими территориями, отдав это Египту взамен на мир. Миру-мир, миру-мор, миру-мур, кто галичи любит. И вот мы где сейчас находимся, подписав с ними мирное соглашение? Мы им поверили. Не все. Я как раз был тогда уже в Израиле в 1979 году участвовал в демонстрациях против этого соглашения. И могу хлопнуть сейчас по любому предмету и сказать, ах, как же мы были правы. Этот мир одно время действительно приносил какие-то плоды, что-то давал на сегодняшний день. Израильского посольства в Египте больше нет. Недавно там был просто погром возле посольства. Отношений практически никаких нет. Новое правительство. И ради чего мы это все сделали? Мы задаем теперь вопрос. То есть мы отдали им все полностью. Мы претенуем руку мира. Давайте. Мир, сотрудничество, цветы, культурный обмен, экономическое сотрудничество. Что-то было, конечно. Да, что-то у нас есть с любой арабской страной. Если говорить о том, что есть что-то. Что думаете у нас с Иорданией никаких отношений? Есть отношения деловые. Но это мирное соглашение оказалось совершенно недееспособным. Первое испытание это погром, это полная эвакуация всех израильтян из Египта. И мы задаем вопрос. А для чего тогда это все было? Для чего было отдавать Синайский полуостров? Зачем? Если они в результате агрессору надо возвращать его территорию, то что останется от сегодняшней России? Придется тогда отдавать Калининградскую область, Кенигсберг, как насчет Курилов, да еще можно пройтись, а судьба республики Тува, как вам понравится? Если брать за прецедент то, что сейчас требуют от Израиля, я думаю, что не понравится. Я искренне надеюсь, что вы не поступите, так как поступила Израиль, например, с Синаевским полуостром, с Калининградской областью. Но мало того, решили в 93-м году пойти навстречу также так называемым палестинцам. Пришел к власти премьер-министр Ицхак Рабин и были подписаны соглашения в Осло. Арафат возвращается на свою как бы якобы историческую родину, объезжает в Рамалу и что начинается? Вот что получилось в ответ на то, что им позволили въехать в Израиль 30 тысяч боевиков, они получили право на оружие, частично поставлял сам Израиль, как-то не звучит сегодня абсурдно. И что происходит дальше? Дальше начинается кровавая баня. Как только им дали оружие, они начали стрелять. Они не умеют иначе. Дальше тысячи людей гибнут. Тысячи людей гибнут от этого террора. Кстати, тысячи действительно тысячи, двух тысяч убитых. Старайтесь перевести это на ваши понятия, на российское население. Например, если для нас что такое две тысячи погибших для Израиля, а что такое для вас, тогда это будет, если умножить это, скажем так, раз в шесть. Нет, какие шесть, раз в двадцать, как минимум. В двадцать раз надо. В двадцать, двадцать пять раз. Вот такое количество жертв. Пятьдесят тысяч убитых. по вашим меркам это было бы нехило, согласитесь. Это мир с ними. Как только начинается мирный процесс, то сразу же взрываются автобусы и льется кровь. Автоматически. в 2005 году премьер Израиля Ариэль Шарон тоже решил пойти на уступки и отдал им сектор газа, для тех, кто не знал. Сектор газа сегодня не контролируется Израилем. Там нет ни одного израильского солдата. У них, кстати, граница с Египтом, опять же. О том, что была блокада, она, конечно, была частично, на почве того, что они увлекались обстрелом Израиля, для того, чтобы получился так, что сегодня у них уже установки град, а не установки Касан, и тысячи тонн взрывчатки контрабандой было туда провезено. Ни хлеб, ни пшеница, ни мука, взрывчатку они хотели, поверьте. И как-то сумели все равно это сделать, как-то без помощи египтян, мы сегодня это знаем. Как только Израиль ушел из сектора газа, что случилось? Сразу за полтора или два года по нам было выпущено 7 тысяч ракет. Скажешь, ну да, у нас было всего 15 убитых, а ракеты плохие, а вот представьте, что сейчас не Москва, а где-нибудь люберцы будут обстреливаться ежедневно, что дети не смогут ходить в школу, дети начнут заикаться, кто-то будет и среди убитых. Каждый день воздушная тревога. Вы долго хотели жить в таких условиях? Это мирный процесс у нас называется. Как только начинается на процесс, то по Израилю у тебя ракеты. После этого происходит операция Литой Свинец, и все несколько успокаивается. Исходя из всего этого, я вам скажу, что наш опыт учит нас одному, что уступки это кровь. Любые попытки идти им навстречу в вопросе территории это кровь, это жертвы, это новый виток войны. Если мы хотим жить как-то на Ближнем Востоке сообразно, чему-то напоминающему цивилизованный мир, мы должны находиться в состоянии боевой готовности и реагировать на каждую вылазку так, чтобы больше было неповадно. К сожалению, Израиль не всегда так делает и не всегда так поступает. И есть тому немало примеров. Но это не меняет самого главного. Вот мы с вами начали с того, что пророчества говорят об этом. Что бы там ни произошло в мире. Я могу сказать точно. Израиль будет продолжать занимать центральное место. Даже если он ужмется территориально или займет новую территорию, не имеет значения, все равно его удельный вес будет совершенно непропорционален. если если бы пришли сюда какие-то люди с Луны или с Марса и открыли бы сегодняшние даже любые интернет-сайты крупные, новостные, западные или российские, они бы решили, что Израиль это где-то третья по силе мировая держава как минимум. Если бы мы им рассказали, что это сегодня 27 тысяч квадратных километров, включая оккупированные территории, то они бы долго смеялись. Конечно, бы нам не поверили. А мы поверим, потому что мы знаем, что в этом есть особый внутренний смысл. И не случайно, что наш враг избрал себе название того инфернального народа. Инфернального с точки зрения любой монотеистической религии, друзья. Палестина, палестинцы, о них ни слова не говорится в Коране, поверьте. Когда вам сегодня мусульмане говорят, что в Коране написано про Палестину морочат голову. В Коране написано про землю Израиля и про святую землю. Естественно. И изначально ислам воспринимал эту землю точно так же, как и многие направления в христианстве, так же, как воспринимает иудаизм. Мы сейчас не видим вообще в этом никаких существенных разночтений. Сущность она ясна. С той стороны пришла темная сила, которую я затрудняюсь даже, как назвать, в свое время не без Пятого управления КГБ выдумали хороший термин ваххабиты, хотя по сути он совершенно неверный, конечно. Но смысл в этом есть. Мы не должны, не можем и не будем вешать ярлык вот этого нового фашизма на весь исламский мир. Это несправедливо, это неправда. Есть достаточно много мусульман, прекрасные люди, у которых есть чему поучиться. Я могу о таких сам вам долго рассказывать. Поэтому не надо вешать ярлык на весь исламский мир. Но то, что сегодня среди мусульман есть такая тенденция, тоже не надо бояться этого сказать. Если мы говорим, что в Европе в начале 40-х годов было сильное нацистское и фашистское движение, мы не говорим этим самым, что все крестьяне, а не нацисты. Точно так же не надо стесняться говорить, что среди мусульман сегодня есть такого же рода фашисты и нацисты, коими являются организация освобождения Палестины и движение Хамас. И самое последнее. Мы находимся в России. Что мы говорим об Израиле? Я хотел спросить фирмист «Покровский ворот». Помните Сава Игнатьевич? Сава, а тебе это зачем? Я хочу спросить «Кто-то здесь в России хочет поддержать палестинское государство». Друзья, вам это зачем? Вы не научились ничему? Скажите мне. Вы не знаете, что вы именно из-за этой политики потеряли свое государство, принесли в жертву уже сотни тысяч своих людей? Это не демагогия, я вам это докажу. Из-за этой самой политики вы потеряли свою страну, вы потеряли свою мощь, что нет? Рассказываю, в 1991 году долг арабских стран и стран Африки в Советском Союзе составлял 160 миллиардов долларов. А если еще взять недвижимость, которая находилась там под советским управлением, которую тоже потеряли каким-то образом, в основном, это еще 100 миллиардов. То есть не менее 250 миллиардов долларов в исчисление 1991 года, сколько было бы сейчас? Михаил Сергеевич Горбачев как-то сказал, что было бы 35 миллиардов долларов тогда, мы бы не развалили Советский Союз, могли бы это удержать. Вы скажете, что Америка тоже помогает другим странам, помогает Израилю, например. Во-первых, помощь Израилю, Америке, помощь России, Советского Союза, вернее, арабским странам, неспоставима по объему. Не греб, потому что американцы от нас всегда больше получали, чем они нам давали, и об этом тоже можно говорить про странные долги, но самое главное, это обратите внимание, как американцы оказывают гуманитарную помощь. Они сегодня находятся в статусе, они должны всему миру, обратите внимание, триллион, чем-то, американцы, наоборот, должны всем, они у всех забрали, а Советский Союз нет, Советский Союз всем давал, кому давал? Тем, кто потом посылали боевиков в Чечню резать горло российским новобранцам, тем самым, кто стоят за взрывами домов в Москве, движение Хамаса, это их был инструктаж, это их был инструктаж, это неудавшаяся попытка взорвать здание Азриэля в Тель-Авиве, эти планы были переданы вашим уже чеченским боевикам, а здесь успешно осуществлены в Москве и в других городах, говорю вам это на основании стопроцентной информации из российских источников. Что вы получили взамен от них? Вам это все зачем? Неужели вы еще не помните, что вот эта политика поддержки всех бесноватых злонравных сил мира, она приводит к обратному, это бумеранг, а не видите, как американцы на этом обожглись, той же Эль-Кайды, те же американцы, которые думали, что их можно купить, их нельзя купить, их можно взять, ну, может, иногда на прокат, на очень ограниченное время. Разумеется, это не только российский порог, это порог и американцы сегодня, которые этим захлебнутся, но зачем вам продолжать ту же самую политику, только что вы потеряли еще 4 миллиарда в Ливии, сейчас грозит потерять еще 10 миллиардов в Сирии, которые дали уже новый кредит, почему вы не взимали долги у них, вы позволили им фактически распоряжаться имуществом вашей страны, ваших детей, но ведь это же факты, никто же сейчас не встанет и не скажет, что не было этих 160 миллиардов, а на самом деле 260, они все утеряны, это деньги, которые зарабатывали здесь, на территории Советского Союза, это те деньги, которых, естественно, хватило бы с лихвой, чтобы удержаться в тяжелые для Советского Союза годы, а что произошло вместо этого, вот такая политика, которая проводилась, и я надеюсь, что кто-то меня услышит, я говорю это, кстати, не со злорадством, а с болью и сожалению, потому что я сам родился в Москве, и жил до 79-го года, вот в той же самой квартире, где я сейчас еще останавливаюсь, недалеко совсем отсюда, Вернадского 119, там, где снимали иронию судьбы с легким паром, и ничего нет более естественного для человека, который родился в Москве, более естественного, чем желание для Москвы процветания, восстановления истинного великого статуса, и чувство того, что эта страна становится снова великой, уважаемой и могучей, это естественное желание каждого человека, который родился, даже если он уехал, выбрал себе родину Израиль, все равно симпатии остаются здесь неизменны и будут, поэтому искренне желаю вам сейчас хотя бы начать новый какой-то виток мысли в этом направлении, что же произошло, зачем это надо было, чему можно научиться, и как мы можем совместно противостоять этому мировому узлу, который на самом деле сегодня угрожает одинаковой степени, что нам, что вам, мы сегодня находимся под одним и тем же ударом и одним и тем же прицелом, это объективная реальность, а дальше давайте подумаем, что же будем делать, ну, кто виноват, мы понимаем, виноват Израиль, но мы же все равно существуем, а вот что делать, давайте об этом поговорим, да, любые, самые неполиткорректные, господи, я с ним большое спасибо за внимание, вам спасибо, у меня следующий вопрос, если не рассуждать о том, какое название дает палестинскому народу, тем не менее, сложно отрицать, что это народ, живущий на данной территории, и народ, кстати, который не отрицает права еврейского народа и жить на данной территории, и создать своего государства, Палестинка признала Израиль, Палестинка признала Израиль, это факт. В Харте организация освобождения Палестины, которую они не отменили по сей день, говорится, что их цель это уничтожение Израиля. Второе, правит балом сегодня не та вот организация освобождения Палестины, которую вы называете Палестиной, а движение Хамас. Движение Хамас даже не думал о том, чтобы когда-то признавать Израиль. Кроме того, я вам скажу, мне совершенно как-то уже, я устал признавать или не признавать, мне все равно признают или не признают они меня. Это наша страна, мы там живем, вам не нравится, у вас 22 арабские страны. Теперь, что касается того, что они народ, я сказал, что они не народ, это арабы, есть такой народ, арабы, которые живут, например, и в Сирии, и в Египте, и в Иордании, они называются арабами, они народ, и у них 22 государства сегодня. Где они подавляют права христиан, только что строили кровавую баню в Египте, где они в Ливане, кстати, уничтожили около 80 тысяч христиан на глазах у всего мира, который к этому нормально относился. Вы, кстати, в курсе, вот сколько арабов было уничтожено арабами за период нашего конфликта. Опять же, как говорили о сумасшедшем доме, сколько израильтянами было во всех конфликтах убито палестинцев. И сколько арабов погибло от рук других арабов за это же время? В Ливане, в Сирии, где там просто за два дня 20 тысяч человек было еще ассадом-отцом вырезано. Ну, а сейчас в Сирии то, что происходит, тоже весьма несимпатично, при том, что, я думаю, что многие согласятся со мной решение сирийского и ливийского вопроса должно было происходить никак не через бомбардировки НАТО, то, что сделали натовские бомбардировщики, может, они были не меньшими, если не большими преступниками еще, чем эти в данной ситуации, но по сути у них 22 страны, почему им должны давать свое? Что? Это никогда не было их страной, никогда не было их землей. Они хотят жить у нас как меньшинство, пожалуйста. Точно так же, извините, если какие-то евреи жили в Киеве, в древнем Киеве, даже вроде бы они там чуть ли не титленной нацией должны являться, потому что первые документы из города Киева, они были написаны на еврейском, хранятся в Оксфорде. Значит ли это, что Киев сегодня должен быть еврейским городом? Или Москва, кстати? Я думаю, что нет, я думаю, что Москва должна быть русским городом, с русской титленной нацией, и с той религией, которую русская титленная нация себе выберет. А евреи должны иметь право в Москве быть как одной из меньшинств, правильно? которая всего 27 тысяч километров, как меньшинство, с определенными правами, естественно, ну и обязанностями. И поэтому нет, 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 нет. А жить у нас как меньшинство, да кто им мешает? Приезжайте, посмотрите. Они не согласны, что делать? Они мыслят себя нацией другой. Они другая нация, если это не другая нация, ну это что? Они мыслят себя народом, другим, имеющим право на свое государственное. Нет, они на самом деле были созданы, это искусственное порождение с целью уничтожения Израиля, использованы как пятой колонны. Я уж, по-моему, все доказательства, которые мог произвести, вам привел. Не было никогда такой нации, не было ее. Просто, если вы посмотрите, откуда они взялись, откуда они пришли, так они решили, что сейчас мы нация, ну а я сейчас чукчейся объявлю. Это арабы, которые пришли из разных арабских стран. Нет, это реально люди, то есть это люди, которые пришли там жить, они там живут. И, разумеется, что если они хотят жить с нами в мире, то мы предоставим все возможности проживания в мире на территории Израиля. А то, что они хотят свое государство, ну мало ли что. Ну а я, может, хочу, чтобы Москва сейчас стала центром мирового сионизма. Ну так вы мне скажете, знаете что, чемодан, аэропорт Тель-Авив, вот что вы мне скажете. И то же самое я хочу сказать этим арабам, вы хотите здесь свою страну, чемодан, аэропорт, Дамаск, у них 22 возможности. У нас только одна. Хватит? Господин Искин, извините, например, я из Приднестровья. Очень приятно. Мы там скоро будем на... Я был скоро там как наблюдатель на выборах там у вас. Приднестровский конфликт, там тоже живут русские, украинцы и молдаване. Даже три народности. Почему бы не заставить их, ну, как одной из альтернатив, предложить Днестрову присоединиться, например, к Украине вместо Молдовы, с которой она имеет границу, к сожалению, с Россией Днестровья не имеет границы. Здесь эти варианты не работают, потому что приднестровцы мыслят себя народом. Я мыслю себя приднестровчанкой. И я хочу сказать, что в случае палестинцев мне кажется, тот же принцип работает. Нация объединенная экономически, политическими и специалистическими культурными социальными социально-культурными общностями, общность, объединенная этими связями общность, которая защищает свое право на существование. Мне кажется, в случае палестинцев действует этот принцип, что они мыслят себя, во всяком случае, новой нацией, народностью и отстаивают свое право на государственность. еврейский народ был России, но шел за данной территории и вернулся. Нет, он там всегда находился. Ну хорошо, всегда находился, но не было. В том числе. Но не пытался до некоторых пор создать собственное государство. И когда началось создание государства, началось противостояние арабского и еврейского народа, арабский народ имел право, мне кажется, на это противостояние. Либо вы меня не слышали. У них был шанс в 47-м году. У них был шанс в 48-м по 67-м. Они в 67-м тоже мудрились на нас напасть. И даже когда им дали шанс уже в 93-м и в 2005-м все, что они делали, это занимались кровопролитием, разбойничным, бандитизмом. Хватит. Что касается преднестровчан. Вы даже не сумели сами произнести это слово, хотя хотите сказать, что вы пансональность и преднестровчанка. Я не хочу решать за вас, кто вы. не хочу. Если вы хотите быть русской, я вас буду уважать как русскую. Если вы хотите быть щирой украинкой, на здоровье, я за вас решать не буду, кем вам быть. Но при чем тут палестинцы и зачем они вам нужны. То есть вы не признаете право палестинцев как государство и палестинцев на государство? Нет, конечно. В принципе, как... Нет, конечно. Спасибо. Да, я правильно. Спасибо. А за лекцию ваше очень было тесно. У меня такой вопрос. Один по лекции, а другой вне лекции. Вы говорили, что ООН не может признавать государство, да? Может, но у них нет юридического статуса. Есть рекомендательное... В принципе, в Израиле был создан декларацию ООН. Что, это не государство? Или как? Нет, есть государство, которое уже существует. То есть... Если понять, де-факто, де-юрид. Минуточку. Образованию Израиля помогло решение ООН, но Израиль как государство был создан благодаря тому, что мы воевали с арабами, убивали их больше, чем они убивали нас и победили. При помощи, при помощи прежде всего Советского Союза, который очень-очень оказался тогда для нас просто вот как царем Киром, ваш царь Иосиф, тогда протянул такую руку дружбы, которую действительно мы не ожидали даже. Это факт. Через Брно летели самолеты, перезагружались с вооружением в Израиль, в то время как Америка наложила эмбарго, Англия просто была против нас, открыта, предавала все форпосты арабам и так далее. Мы стали государством не потому, что нас кто-то признал. Я вам скажу честно, никто бы не признал, все равно были бы государством, потому что мы его создали и мы его обеспечили всеми необходимыми атрибутами государства. Вот почему. Но, понимаете, просто смешно, когда ЮНЕСКО принимает такие решения, все равно, что мы сейчас с вами соберем какой-нибудь оркестр государственный российский, он решит, что вот Приднестровье это государство или не государство. Ну, при всем уважении, да. То есть, это совершенно не то, чем они должны сделать. Он имеет, естественно, он имеет право рекомендательное, что уже было сделано в 88-м году, он принял решение рекомендательное создать палестинское государство. Но его же нет до сих пор, тем не менее. Нет такого государства до сих пор. Вот что я хотел сказать. Его нету. И я надеюсь, что не будет. У меня такой еще вопрос. А Израиль хочет, палестинский народ, ну, вообще, в принципе, требует, чтобы у вас остались, ну, принадлежащие вам оккупированные территории, просто их никто не трогал, да, или как, или хотят вообще все палестинские земли. Во-первых, еще раз, снова палестинские земли. Палестинских земель нету. Палестинских земель нету. Нет, даже по той же дефорации оон, должно было быть создано два государства. Один израиль, второй палестинский. Я же об этом говорил. оно же есть, наверное, должно быть создано. Как если всего нету? Слово есть, а государство нету. Нет, но оно... Я старался, жалко, что нету каких-то резких оппонентов, потому что даже если был бы резкий оппонент, они бы признали, что я никак не искажал факты. Нет, ну хорошо, с территории палестинской, вообще полностью полностью палестинскую территорию. Есть Израиль по границам 1948 года, до 1967, до оккупированной территории, это 21 тысяча квадратных километров. Дальше, если мы прибавляем голландские высоты, Иудею и Самарею, потому что газа уже нет, это получается где-то 27 с половиной тысяч квадратных километров. Мы вообще говорим о очень маленькой территории, поймите, которая меньше, чем Южная Осетия. Теперь, мы эту территорию не хотим ни в коем случае отдавать, ни за что. Многие израильтяне есть такие, которые, может, и да, у вас тоже есть тут всякие новодворские такие разные, но у нас есть люди, которые готовы тоже все отдавать, а мы не хотим. Мы говорим так, раз предложили, два предложили, три предложили мир, четыре раза предложили мир, не получилось. Ну, значит, теперь надо иначе действовать, хватит. Я вам об этом рассказал, причем, вы спорите с фактами или, а? А, вы хотите, нет, на Иорданию мы не претендуем, то есть идея, может, хорошая, но мы не претендуем. Кроме того, поймите, когда говорить опять же о палестинцах, даже если называть, условно, вот эту группу арабов-палестинцам, тогда получается, что на территории Иордании они составляют 70%. То есть, что есть уже такое государство, понимаете, тут, понимаете, у них срок кетчетва интитута, что называется. Либо так, либо так. Если вы палестинцы, вот у вас на территории Иордании проживает 70% палестинцев, так вот вам государство, оно уже у вас есть, наслаждайтесь, которое в пять раз, по-моему, или в шесть раз по территории больше, чем Израиль. Кто-нибудь пусть меня поправит, я, действительно, не помню. Ну, хватит. Да, да. Около того. Тоже точных цифр не помню. Господин Эскин, если это не звучало еще, уточните, пожалуйста, кстати, из каких этнических групп состоит арабское население Палестины и какими диалектами оно исторически пользовалось? Ну, в 20 веке из каких, из носителей каких арабских диалектов и из выходцев с каких арабских территорий складывалось нынешнее палестинское население? Вот самая исконная часть – это бедуины, кочевники, которые были сами по себе. Они и в Египте бедуины, они и на Синайском полуостров бедуины, и в Иордании бедуины – это одна группа. С момента, как больше евреев стало приезжать, и, соответственно, появились рабочие места, и регион начал развиваться, то арабы хлынули тоже туда. Откуда? Это Ирак, это, естественно, Иордания, это Сирия, это Египет и всех соседних стран. Границы были тогда открыты. Тем более, когда мы говорим вообще с вами о подмоноторной Палестине, все, что сейчас Иордания и нынешняя территория Израиля с так называемыми территориями, все была единая территория под британской оккупацией. Естественно, они могли свободно передвигаться, они могли свободно перемещаться с места на место, откуда только не приезжали. Сегодня прослеживается по их фамилиям разным, откуда они приехали. Кто-то из Ирака, кто-то еще оттуда. Но они все арабы. При этом у них были действительно разные диалекты, разные оттенки. Сегодня они говорят на общем, принятом, достаточно классическом арабском языке для них сегодня. И они понимают хорошо арабов из других стран. И, собственно, вот. Да-да. Игорь Шмидов, спасибо вам за интересное общение. Два вопроса. Лично для вас и лично для меня. Лично для вас. Вы сказали, и знаете, мне так немножко резонуло. Вы сказали, что вы выбрали родину. И я вас заметил в дискурсе, вы постоянно говорите, вы, 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 вы. Вот вопрос номер один. А Советский Союз, страна, в которой вы родились, выросли и окончили школу Гнездных. Она для вас что? Это первый вопрос. А второй, он лично уже для меня. Вы говорили, что Россия должна бросить эту, по-моему, Бессонскую политику. Не, Бессон, нет, я буду таких слов. Ну, ну, не буду наставить. В общем, вы не говорите. Контр продуктивную для самой России. Нет, нет, ну я так не выражался. Ну, не наставил. Все же. Показал. И сказали, что мы признали, тоже резонуло, какую-нибудь Абхазию. Никакую-нибудь Абхазию не признает в мире, видимо, 189 членов флота. А Израиль, ну, как минимум, 22 арабских государств. Чего нам делать с Абхазией и Южной Осетией-то дальше, после того, как мы их признали? Палестину мы вроде бы тоже. Ну, мы их признаем, понятно. Но продолжаем вот эту контрпродуктивную политику. А Абхазия с Южной Осетией признали уже. Чего думаете, Бессон? Что Россия признала Абхазию и Южную Осетию? Я недавно был и там, и там. Неделю назад я был в Южной Осетии, а пару месяцев назад я был в Абхазии. И вот я не понимаю этого решения. Мне кажется, что было бы разумно прислушиваться к воле населения этих как раз регионов, где большая часть населения хотела бы присоединиться к Российской Федерации. Это решение было бы куда более естественным, как мне кажется, чем то, что сейчас там происходит. По-моему, это очевидно. Они не захотели находиться под грузинским правлением. Они подняли, можно сказать, бунт военный. То есть и отстояли свои права. Они воевали реально. Это не то, что российский сапог пришел туда. Нет. Я там был, видел это люди, которые воевали, прорывали кровь, и они не хотят быть частью Грузии. Наверное, в таких случаях самое разумное прислушаться к голосу этих людей. И позволить им присоединиться к Российской Федерации, с чего они хотели. Статус Южной Осетии как независимого государства, когда осетин всего в мире где-то 900 тысяч, а на территории Южной Осетии проживает, в лучшем случае, 15 тысяч сегодня. Говорить об этом как о независимом государстве с таким уж прям пафосным статусом, по-моему, не очень просто. При отсутствии аэропорта, при отсутствии какой-либо системы власти, контроля. Я могу сказать намного больше, чем я сейчас скажу. Но единственное решение, по-моему, это было бы либо Грузия, либо Россия. Опыт показал, что с Грузией не получилось, при том, что российская руководство не хотело этого решения. Лично Путин препятствовал их присоединению вплоть до 2008 года. А потом я не совсем понял политику России, и сейчас ее не понимаю. Как можно оставлять их в ситуации какой-то независимости, когда, в общем-то, 90% бюджета – это российский бюджет. Ну и какая независимость? Знаете, Израиль несколько иначе живет. У нас американская, так называемая, помощь – это 2%, по-моему, сегодня. 3%. И из них, да. И мы при этом несем обязательства покупать именно американское оружие по завышенной цене. Саудовская арея покупает тоже американское оружие со скидкой 20% или 30% иногда, которое мы не получаем. Американцы, в отличие от Советского Союза, гуманитарная помощь у них была такая пространная и прекрасная, что они задолжали всему миру. Что касается Советского Союза, я родился в Советском Союзе в 1960 году, жил в Москве, учился в музыкальном училище Магнезинах и в 1979 году я репатриировался в Израиль. Я думаю, что неоспорим факт того, что еврейскому населению не только России, не только Советского Союза, а всего мира, стоило бы вернуться на свою родину, в Израиль. Где им место? Пусть люди живут у себя на родине. Это самое лучшее. И будем дружить. А что касается дружить, то мы очень даже расположены, готовы. Сентименты к России сильнейшие до сих пор у людей. Я вот часто выступаю по американскому радио Чикаго. И народ там, с одной стороны, как бы очень антироссийский, антисоветский настроен. То есть вот бывшие преподаватели, например, марксизм, ленинизм или директоры овощной базы какой-то, которые переехали в Америку, заявили о том, что их там преследовали в Советском Союзе, вдруг почувствуют себя большими диссидентами. Они с опозданием на 20-30 лет или 40 лет решили поиграть в какой-то такой антисоветизм. Смешное психологическое явление, но на самом деле смотришь на них, если поднимаешь какую-то американскую тему, ни одного отклика, что-то связанное с Россией, шквал звонков, споры. То есть все равно внутренняя какая-то связь, очень теплая с Россией, она даже у этих, как писал Давлатов, антисоветских советских людей присутствует еще как. Иногда просто до смешного, особенно в Америке. В Израиле как-то спокойнее, потому что самая идентификация она более существенна. Что такое для меня сегодня Россия, я вам скажу так, очень, вы знаете, очень просто отвечу. Если, я не любитель спорта, но если бы я любил спорт и смотрел бы какие-то международные соревнования, то я бы болел бы всегда за сборную команду России, кроме того случая, чтобы она играла со сборной командой Израиля. Я надеюсь, этот ответ достаточно для вас четкий. Я именно честно говорю. Просто, может быть, поговорить. Я не студент, поэтому мне не все бывает интересно, что может быть интересно студентам. Я вот к чему. У вас последние фразы. Как нам совместно. Вот если можно тезисно, как нам совместно. И еще моя задача в администрации, я должен привлекать инвестиции. С этими проблема. Вот как совместно, может быть, знаете, есть идеи Третьего Храма, тот раввин, который ее представляет. Но, честно говоря, так же, как с вами переписываю, все читаю, что по электронной почте. Но если остановитесь на этой теме, на свой взгляд по Третьему Храму, то остановитесь, не надо. Как Третьий Храм связан с инвестициями? Вы хотите инвестировать? Я могу построить не до бесплатно. Это шутка, да. Вы хотите инвестировать в Третьего Храма? Не будете останавливаться, не надо. Я не о том. То есть есть некое понимание, что нужно делать. Но вот ваше понимание, если понимать, как нам совместно, что нужно сделать. Допустим, если говорить об этнических русских и евреях, может быть, и самая так проблема. Но все равно. Как бы вот, чтобы вы понимали... Я понимаю, что вы хотите сказать, но не говорите. Я вам отвечу. Я понимаю. Что касается Третьего Храма, то это очень сложная тема. Я не пришел здесь давать лекцию по теологии, но тем, кто интересуется, могу сказать так. В наших источниках есть очень сильная волна поощрения, несомненно, проживания только на территории Израиля. Осуждение любого еврея, который сегодня проживает, за пределами Израиля, именно осуждение. Те, кто не едет в Израиль, мы к этому с позиции еврейской теологии относимся негативно. Мы считаем, что жить надо только там. Но отношение к храму очень осторожное. Мы не готовы завтра строить Третий Храм по разным причинам. То есть должны быть какие-то очень серьезные духовные предпосылки для такого шага. Не просто так, а именно, не просто, что привезти туда бульдозера и начать работу, как некоторые псевдоровины или раввины-растриги, или недоравины, как их назвать, пытаются утверждать. Нет сегодня у нас готовности ни в каком смысле к строительству Третьего Храма, и не потому, что я пытаюсь представить какую-то умеренную точку зрения, а потому, что это правда. Третий Храм сегодня, завтра, послезавтра строиться не будет. Для этого нужно совершенно особое духовное состояние народа, которого еще не наблюдается в Израиле. Израиль – страна с очень серьезными проблемами. Но если теперь говорить о проблемах русских и евреев, нельзя говорить о том, что они идентичны. Это два разных народа с двумя совершенно разными культурами. У нас сегодня, как мы выяснили, с оккупированнейшими территориями, весь мир содрогается от нашей агрессии. 27 тысяч квадратных километров. Сколько сейчас под вами территорий? Российская Федерация. Теперь вы понимаете, что для того, чтобы управлять этой территорией и этой территорией, то есть это не одно и то же. Нет, я понимаю, что вам намного сложнее. Хотя Гольдемер говорил, что сложнее, но зато у нас там каждый хочет быть президентом. Но это совершенно разная категория. Под вами все равно осталась империя. С одной стороны. И когда под вами осталась империя, у вас нет другого выхода, как считаться также с какими-то другими группами населения. Вы выбрали этот путь, а имперский путь, евразийский путь подразумевает нечто большее, чем только национальное развитие. Но с другой стороны, а и об этом надо говорить обязательно, я считаю, возникла абсурдная ситуация после развала Советского Союза. Украинцы получили свое независимое украинское государство, если есть украинский народ. Это отдельная тема. Если есть украинский народ, то они получили отдельное государство, где украинский язык является титульным, чтобы не сказать больше. Белоруссия, то же самое. Теперь если берем Прибалтику, потому что я Литву, Латвию, Эстонию, как государство, никогда о них ничего не слышал, не знаю, просто Прибалтика. У меня родственники живут в Прибалтике, они евреи, и они до сих пор не получили там гражданство, потому что они оккупанты, потому что отец там был полковником Советской Армии. И это все считается нормой. Они там как русские проходят, мои родственники. И вот поэтому на их примере очень хорошо знаю, что такое быть русским сегодня в Прибалтике. Пройдемся дальше. Другие национальные образования. Рост национализма резкий. Есть одна группа, которая права национальные нигде не зафиксированы, это русские. И вот это действительно достаточно странная ситуация, что титульность русских нигде никак не зафиксирована. То есть если в России проявляется какое-то русское самосознание, то сразу мы слышим о том, что нет, этого надо препятствовать, потому что есть другие группы населения. То есть другие группы населения имеют право на свою территориальную автономию, на что угодно. А любые проявления вот такой организованной русскости, они воспринимаются, не знаю почему, но как-то болезненно и неоправданно, на мой взгляд. Россию можно построить и любить, только тогда, когда здесь будет сильно русский компонент с русской культурой, с русским языком. Если этого не произойдет, то я боюсь, что некий роман о мечети Парижской Богоматери станет для Москвы реальной угрозой. Если русский фактор не будет укреплен в России, а что тогда здесь будет? Вы думаете, что 200 тысяч евреев здесь что-то изменится? То есть что делать со страной, если у русских отнимает их самая идентичность, оставляет им пиццу, кока-колу? Ну хорошо, то есть это действительно большая проблема. Ведь помните в период развала Советского Союза, кстати, Гавриил Попов об этом писал, что говорили в оправдании развала Советского Союза? В том числе, это не как единственное, что вот в Средней Азиатской Республике национальные проблемы возникают, русских становится меньше, и поэтому надо отделиться русским в Россию с тем, чтобы сохранить свою самоидентичность. Но если так, то почему после того, как Россия отделилась на территории России, ощущение такое, что недостаточно делать, я говорю очень мягко, для развития русской культуры, для ее укрепления. При том, что я прекрасно понимаю другие проблемы, я с этого начал. Если вы контролируете такую территорию, вы не можете превратиться в маленькое этническое государство, то есть, с одной стороны, вы не можете этого делать, с другой стороны, вы не можете не укреплять русских основ, иначе, а что здесь будет? Здесь очень тонкая нужна политика, где будут учтены обе модели, как евразийская, так и русско-национальная. Так мне кажется. А как бы вы это видели? Конкретно? За кого голосовать? Как видите укрепление русского народа, скажем, политкорректно это сделать? Политкорректно до конца этого не сделаешь. Во-первых, политкорректно до конца этого не сделаешь, потому что этническая преступность сегодня в России такова, что политкорректность становится все менее и менее уместной. А что надо делать? По сути, у вас есть очень большая проблема. Это то, как определить русских с точки зрения как раз именно религиозной. Я очень много общаюсь с русскими патриотами разными, и с кем не общаюсь, тот зарастреется, тот старобрядец, тот еще кто-то. И почти никого среди русских патриотов не встретишь, кто был бы ориентирован на Кирилла и его епархию. Тогда я спрашиваю себя, а как вы собираетесь духовную составную строить, если у вас нету между вами, вот между вашим собственным ядром, я могу по именам назвать, вы понимаете, о ком я говорю, если между вами вообще нет ничего общего в религиозном смысле. Кто-то катакомбный, кто-то еще какой-то. То есть все экзотика, цветут все цветы, а в результате получается следующее. Все-таки, что есть живая русская идея, которую можно было бы строить на основе Хомякова, Леонтьева, Бердяева, Соловьева, Сергий Булгаков, Ильин обязательно, и там же Савицкий, Данилевский. То есть если мы возьмем русскую идею, мы увидим, что там огромное количество выдающихся мыслителей, серьезнейших, которые могли бы дать вдохновение, дать толчок для пробуждения. Плюс русская культура как культура, то, что она великая, я никому ничего нового не скажу. И то, что она сейчас находится в загоне, и то, что ее сейчас практически уже нет, в обновлении, я тоже ничего нового вам не скажу. Но вот эти основы, которые были в 19-20 веке из лучших, я думаю, никто с этим не будет спорить, что это великие люди, это великие мыслители, это люди, которые способны, мне кажется, вдохновить и возродить народ, если их взять за основу. Балансируя между необходимостью укрепления именно русского этнического духа с продолжающимся необходимостью, желанием надо бы как угодно сохранять большую империю, которая требует все-таки некого такого, вот именно евразийского подхода, в том числе имперского. Вот это некий баланс, да? Господин, спасибо вам большое за лекцию, и у меня к вам есть два вопроса. Первый. Какой город стоит считать столицей Израиля, Иерусалим или Тель-Авьев? И второй вопрос. Правда ли то, что Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам, и почему Соединенные Штаты Америки так сильно этого боятся? Я вам не скажу за всю Одессу. То, что Америка думает, я не получаю информации из первых источников, не всегда знаю, что Америка думает, не всегда знаю, чего она боится или нет. Между нами, Америкой, существует много сущностных противоречий, это не секрет. Американцы считаются с Израилем как с одной из крупнейших ядерных держав. Они понимают также наш потенциал им технически, они знают чьей электроникой сегодня снабжены их самолеты, в том числе, зависимость она обоюдная. Они знают также, что информацию они получают от Израиля, которая для них часто бесценна, делясь с нами не всегда честно. Это по поводу Америки. Что касается столицы Израиля, ну как, у нас есть один город в столице, это Иерусалим. Иерусалим один, а не два, не делим и никогда не будет делим. Это город наш извечный, в котором мы будем жить дальше. его строить. И дальше нам говорят, на палестинских территориях построили несколько домов. И Хилари Клинтон глубоко озабочена, такая озабоченная девушка. Господин Эскин, вот у меня такой вопрос. Война с 67-го года, это война на Йом-Кипур, правильно? Нет, нет, нет. Йом-Кипур 73-я. На 73-я. После войны с 67-го года территория Иудеи, смотри, там где Ерихон находится, она отошла к Израилю, правильно? Да. А когда она ушла обратно в территорию? А никогда. До сих пор фактически Израиль контролирует. Контролирует, да? До сих пор Израиль контролирует. И еще, если позволите, вот смотрите, вот я, например, русский еврей, я считаюсь голодный еврей. Американский еврей, он тоже голодный еврей или нет? Еще больше. Потому что вам-то всего три с половиной часа лететь, а им лететь 11 часов. Только сравнили. Это же за океаном вообще непонятно где. Да? А как вы желаете оценивать обстоятельства с твоей скопотной армией с турецкой? Вот мне интересно вот это объяснить. Если ядерноружение не читать. Турки ни с кем не воевали, у них опыта мало, давным-давно уже. Они занимаются только карательными операциями по уничтожению курдов. Это единственное, чем они занимались. И кроме того, если у них что-то было хорошего в армии, то оно как-то хорошо известно нашим, потому что наши поставляли им вооружение и занимались их подготовкой. Турция не представляет для нас никакой угрозы. И если турки не прекратят заниматься подрывом Израиля через Хамас, то они получат то, чего они заслужили. То есть если турки пытаются подрывать Израиль через Хамас, у нас могут возникнуть прекрасные отношения с курдскими повстанцами. А там люди конкретные. Очень не хотелось бы этого. Израиль пытается все с ними как-то налаживать отношения, но Эрдоган взял совершенно другой курс. И в результате этого у них уже большие проблемы с курдом мясного. Кстати, хочу еще только по поводу 67-го года. Люди говорят, как вы говорили про палестинское государство. Сижу и дивлюсь. В 1974 году европейские страны договорились между собой о мире. Что было первым принципом Хельсинского соглашения? Первым. Незыблемость границ. Все признали, что Прибалтика, Калининградская область, с одной стороны принадлежат Советскому Союзу, Польша, которая оторвала от Германии немало территорий. Никто не говорил о том, что должны вернуться беженцы. А вы знаете, сколько беженцев немцев было после Второй мировой войны с территорией Чехословакии, Польши, Венгрии? Ну, где-то так за 9 миллионов. За 9 миллионов беженцы. Никто не говорил, что немецкие беженцы должны вернуться в Освоясию. Все говорят о том, что мы подписываем мирное соглашение на основе существующих границ. Это произошло когда? 29 лет после Второй мировой войны. 29 лет. Израиль контролирует Иудею и Самарию, Голландские высоты с 1967 года, что значит уже сколько лет? 44 года. 44 года. Ну, где логика? Почему эти двойные стандарты должны все время присутствовать перед каком-то диалоге? Мир, пожалуйста, на основе существующих границ. Все? Вот так вот. Если мы начинаем перекраивать карту мира, посмотрите, что произошло. Что произошло на территории Советского Союза, когда появилась идея Карабаха? Сколько людей там погибло? Что произошло дальше? Именно это распространяло все просто как огонь по сухому полю. Как только начался сепаратизм, в каждой точке, где только мыслимо, появились свои новые движения, которые подпитывались иногда их сообщниками, доброжелателями извне. Иногда, кстати, благодаря собственным уже ресурсам, иногда при некоторой поддержке каких-то людей в Москве тоже. И такое бывало. И вдруг все загорелось, заполыхало. То есть, если мы хотим разворошить все, то надо, конечно, думать о том, чтобы создавать не одну Палестину, а 10 Палестин. Есть еще другие точки мира, где их можно создавать. Это нигде хорошо не работало. Поэтому, кстати, я говорю, что вот Абхазия и Осетия, идея их сепаратного существования, во-первых, она не выглядит реалистичной, а во-вторых, по-моему, самое место было бы сегодня как части российского государства. Господин Эскли, вот такой вопрос. Вы, как специалист по Ближнему Востоку, как вы считаете, назревает ли конфликт между саудитами и эроном? Он существует. То есть, этот конфликт существует. Кто первый? Кто является реальным лидером мусульманского мира? Там шииты, там суниты. Конфликт, который никогда не затихал, который, кстати, во всей мощи выявился, в том числе, во время войны Ирана и Ирака. Вот палестинцев жалеют. Там миллион человек погибло с плюс, да? Но это нормально. Когда арабы убивают других мусульман или мусульмане арабов, то это считается в порядке вещей. Если Израиль отвечает на террор, ликвидации каких-то боевиков, то это сразу же нарушение прав человека и прогрессивная общественность возмущается. Бойкот Европа сразу же. Я думаю, что там предстоит еще немало чего интересного. Вообще, Ближний Восток, чтобы понять, это сумасшедший дом. Все так запутано. Вот представьте себе, возьмите себе Ливию. Вот сейчас вот Ливию. Просто я наблюдал, что происходит, например, на территории России по отношению к Ливии. Объективно мы знаем, что Каддафи, это был человек, который сперва был управляем в значительной степени Советским Союзом, очень активно помогал национально-освободительным или террористическим движениям. Потом доигрался до того, что после взрывов самолетов ему начали уже угрожать Запада достаточно сильно, что он сделал крен. Он решал, о чем не дружить с Западом. Потом начал коррумпировать разных западных лидеров. Каддафи дальше. Последние годы выполнял роль агента американцев и англичан, когда проводил пытки на своей территории, выловленных им и ими также разных, так как назовем их, ваххабитами, передавал эту информацию в Америку. Потому что Каддафи пользовался теми методами, которыми американцы не всегда хочется пользоваться. Хотя они в Гуантанамо творили вещи, которые сопоставимы только с гестапо, но хочется им, чтобы было меньше таких случаев. Американцы искренне этого не хотят. То есть это не является их национальной задачей, поэтому они с удовольствием передавали это Каддафи. Потом инициатива неких Эмиратов с Францией и решили с Каддафи рассориться, нефть делить иначе. Плюс возникает у него внутреннее движение, и он начинает бомбить. И вот я слежу за разными российскими высказаниями здесь. Некоторые называют его героем. Значит, Каддафи это герой. Ну, кстати, он ввел себя, конечно, мужественно, тут надо отдать должное. Это факт, что Каддафи себя мужественно. Факт, что Каддафи бомбили страны НАТО. Но объявить Каддафи этим неким таким символом, идеологом, антиглобализмом, при этом, когда самый, так сказать, антиглобалист, но самый, что ни на есть, такой, любимый в этих руках Ахмадинаджад, он же поддерживал красопозицию. Он чуть ли не первый, кто благословил, кто желал Каддафи, чтобы он был. И нету никаких преград для того, чтобы совершать любые аморальные поступки сегодня в мире. Некоторые прикрываются глобализмом, некоторые прикрываются антиглобализмом. На самом деле, надо вернуться к исконным понятиям добра и зла, честности, перестать врать так нагло, когда любой просто дискурс по Ближнему Востоку это сплошное вранье на вранье. Вот сегодня мы пытались говорить правду друг другу. Я думаю, что я не всех убедил, кстати. Я думаю, что есть люди, которые со мной до сих пор не согласны. Но, по крайней мере, никто, выйдя отсюда, не скажет, что меня обманывали. Вот этого не скажет никто. Кто-нибудь скажет, что неправильно думает человек, неправильно, надо перевоспитывать. Но никто не скажет, что нас сегодня обманывали. Мы пытались с вами обмениваться нашими мнениями, идеями в рамках дискурса цивилизованных людей, которые ценят правду. К сожалению, это редко сегодня. В чем вы видите корни российского, русского антисемитизма? И что могло быть, так сказать, уменьшим градусом этого явления? Я не думаю, что сегодня антисемитизм в России находится в достаточно низком градусе. И мне он вообще не представляется проблемой совершенно. В русско-еврейских взаимоотношениях сегодня, если говорить всерьез, проблем вообще не должно быть никаких. Если какому-то еврею не нравится что-то, происходящее на территории Российской Федерации, то все, что ему надо сделать, это зайти в интернет, билеты там покупают. И в тот же день он может получить место на рейс. В одном из самолетов всего 8 или 10 рейсов. В Леониде? Нет, я в Аэрофлотом часто летаю. А может и нравится, может Трансайву выбрать, может и ляль, каждый день и ляль. Два раза в день и ляль. Любым самолетом может прилететь в Израиль. Дальше, если русскому руководству, русским как нации, не нравится поведение евреев здесь в целом как нации, они могут вести политику поощрения еврейского выезда в Израиль. Совершенно законно, я считаю. Евреи могут ехать в Израиль, русские могут помогать евреям уезжать в Израиль. То есть мы можем решать проблемы сегодня очень просто, когда мы являемся оба независимыми государствами. Дальше можем дружить. Кстати, сегодня, знаете, сколько русских живет в Израиле? Я думаю, что не менее, чем евреев в России уже. По крайней мере, славян, именно этнических славян. То есть есть определенное количество славян, которые живет в Израиле, есть определенное количество евреев, которые живет в России. Если славянам, которые живут в Израиле, плохо, опять же, я всегда говорю, ребята, вам что, у вас Родина нет, вам некуда ехать. То есть все эти проблемы очень существовали, они жгли, души жгли в 70-е годы. Когда, с одной стороны, ты живешь в стране, которая тебя не выпускает, не хочет тебя выпускать. Было такое ощущение, многих не упускали, действительно. А с другой стороны, есть явные напряжения. Мы считали, что вот они помогают арабам, они делают то-то, то-то. И были определенные также дискриминационные моменты. В чем-то иногда, кстати, я могу их и понять, дискриминационные моменты. Но если есть такая дискриминация, друзья, откройте выезд. И проблема решается сразу. Вообще, антисемитизм решается проблемой отъезда евреев всегда. Очень хорошо. Теперь, по всем данным, которые мне известны, уровень антисемитизма в России сегодня намного ниже, чем в западных странах. То есть намного ниже. Типа Франция, да? Да, Франция, в Англии, везде. Ниже, чем в Америке, естественно. Ниже, чем в Америке. Поэтому в России он носит просто характер часто крикливый. Вот почему он не обращает внимание, что, да, площадь революции там раньше всегда стояли. Ну, известно, там Анатолий Турик там стоял, Вадим Карачевич Емельянов там ухаживал, пока он еще был в состоянии на двух ногах. Вот и там, кто виноват, там, понятно, да, кого расстреливать. Все это было, все это есть. Но, по сути, я считаю, что у евреев в России сегодня нет никаких оснований для недовольства, чем бы то ни было. То есть вот мы родились здесь, у нас была... Какие у нас... Давайте начнем. У нас были претензии к Советскому Союзу. Какие? Вы нам не даете изучать иврит, и при этом еще и закрываете выезд. Как только начали, да, предоставили нам те же права, что были у других людей, изучать свою культуру, свою религию, и предоставили право на выезд. Какие у нас могут быть претензии к... У нас, считаю, по определению сегодня не можем претензий к России. Если кому что не нравится, при открытых границах, пожалуйста. Но мне кажется, что сегодня наоборот. Сегодня интересы России и Израиля так очевидно во многом близки. Ну вот, что мы сегодня видим. Интересы это не то, что надумано через какой-то пиар-хор. Знаете, когда мы пытаемся кого-то охмурить и убедить, что мы хорошие, а те плохие. Реальные интересы, они выражаются в чем? Если бы сегодня в России пришел к власти не полудемократический, а совсем недемократический правитель, причем такого толка, как, ну, скажем, Игорь Иванович Сечин, который откровенно не очень симпатизирует еврейскому народу в целом, к примеру. Почему он нас должен любить, собственно, потому что мы всех любим. Тем не менее, я уверен, что если бы пришел бы такой властитель в России, то сегодня отношения со здравиями бы резко улучшились, потому что естественные партнеры для него было бы стратегически. Это Израиль, причем это все не любили. То есть есть реальные интересы, реальные проблемы, которые тот же Патрушев, ему надо было их решать, он не в Дамаск летал, он в Тель-Авив летал. Когда консультации по вопросу борьбы с террором, по всем тем проблемам, с которыми сегодня Россия реально сталкивается, ох, сколько можно полезного друг другу здесь сегодня принести. Я даже не хочу вдаваться в подробности. Но вы понимаете, что если был совместный запуск спутника, это говорит о очень высоком уровне доверенно в определенных структурах, по крайней мере. С другой стороны, российский МИД всегда был настроен на арабские страны, потому что у вас одно посольство в Израиль, а 22 посольства в арабские страны. Естественно, что мы не можем конкурировать, но просто по определению с этим. Как и все МИДы мира, всегда к Израилю были не предрасположены. Вот, собственно, я вообще очень оптимистично отношусь к прогнозам наших дальнейших отношений с Россией. Понимаю следующее, что если президентом России станет Кадыров, то отношения будут намного хуже. Я это понимаю. Среди вопрос. Я понимаю, что это не очень гипотетически, но вы понимаете, что я хотел сказать. Можно я послушайте с этим прогнозом о оптимизме. Казахстан, в таком возрасте в обществе относится к тому, что западные страны сейчас не просто способствуют, а фактически навязывают приходу к власти радикальных условийских сил. И в те времена и сейчас они делают эту ставку, мне естественно, в Сирии. То есть фактически, в принципе, это радикализация, да, окружение? В Израиле-то очень хорошо понимают. Те, кто что-то понимает, в Израиле есть многие люди, которые тоже вообще ничего не понимают, да? То есть зайдете в автобус, многие люди понимают только то, что непосредственно их касается сегодня, но в Израиле хорошо это понимают. Кстати, пройдет время, и мы будем тогда... Оно у нас рассудит, кто прав. Вот я вот, в отличие от вас, не уверен, что западные страны намеренно именно делают ставку на исламизм. Я думаю, что они намного глупее, чем вы их видите из Москвы. Я думаю, что эта глупость, она присутствует в западной политике намного больше, чем вы себе это можете представить. Вы как-то считаете, что вот все глупые, они собрались в Москве, а все умные там? А на самом деле в этом вы точно заблуждаетесь. То есть, хотя нельзя исключать и определенных таких именно злых устремлений в этом направлении, но очень часто то, что запад делает, иногда просто не ведают, что творят, просто не ведают, что творят. Они... Хорошо, как доказательство, посмотри, поезжайте в Париж, посмотрите, как он сегодня выглядит. Это умная политика? Это умная политика? Нет, вот посмотрите, во что они превратили Париж и Лом. Ну, я думаю, все понимают, что хочу сказать. Пусть это вы скажете, что это действительно умные политики там сидят. Я как раз занимаюсь ислам в Европе, я просто вижу, что память осознательно навязана ислам в Европе. Вы мне может рассказывать, наверное, еще как-то, все происходит. А что ты говоришь ислам? Что естественно невозможно не провоцирует рост антисемитизма. Ну, там же такая публика собралась. Да, очень активно. Это просто вы же считаете, что это однопресты или все-таки есть какая-то стратегия? Какая-то логика есть, точно так же, как есть логика у российских властей. Если сюда приезжают еще 2 миллиона гастарбайтеров в Москву, это люди, которые политически не будут сопротивляться власти. Ни в каком смысле. Люди, которые политически лояльны власти. При том, что, понятно, через 10 лет они могут стать уже политически активны и ратовать за то, чтобы Москва, чтобы Восточная Москва стала столицей Московско-Кавказского халифата. Но это потом. А в ближайшие 10 лет дешевая рабочая сила плюс лояльность. И завоз этой публики во Францию осуществлялся и осуществляется до сих пор, в общем-то, организованным образом. Сегодня в Париже арабские кварталы считаются очень симпатичными и как раз благоустроенными. Потому что туда завезли уже огромное количество народа из Чада, из Африки, из Сомали. Ну, бываете в Париже, да? Вот поэтому там уже, как ты говоришь, если попадают к арабам, говорят, это наша аристократия. Господин, если вот такое, вот смотрите, вот в Израиле есть, да, не только арабы-мусульмане, арабы-христиане. Есть проблема арабов, хотя, что они покидают в их взаимоотношении с арабами-мусульманами? У них достаточно налажены спокойные отношения, именно вот в Израиле. В том числе, это регулировалось немалой степени израильскими властями. В других местах, как оно вы знаете, не совсем благополучно. Ну, если говорить о Ливане, то там просто была массовая резня. В Египте сейчас тоже мы видим, что происходит. А на территории Израиля нет таких конфликтов всерьез. Бывает семья на семью, пошли, постреляли два убитых, там вот что-то такое, да, но в рамках разум было. А не являются союзниками евреев или нет? Нет. Христиане нет, да? Ну и неактивными противниками. Вообще, многие арабы относятся так, вот мы посмотрим, чем это закончится и будем с победителем. Вот позиция арабов-христиан, она примерно такая. То есть среди арабов-христиан вы почти не найдете террористов. В прошлом находили, когда арабы-христиане шли в марксистские вот эти террористические круги. Сейчас марксистские террористические круги, типа Джорджа Хабаша, они завяли. Сейчас исключительно вот эти парни, которые в шапке тоже, как я, вот такие, да? Ну, всеми благами пользуются, я так понимаю, имеется в виду всеми медицинским обслуживания, всеми странами. И они граждане, они избираются в Кнессе, сидят в Кнессе и из Кнессе призывают к уничтожению Израиля. Правильно. Какой след, о котором так много слышно? Какой след? Катерский. Ну, это в Ливии. Нет, а вообще, что это за фигура? Катерский. Ну, нефть мощнейшая. А политическая ориентация, скажем так? Политическая ориентация, они все очень сильно взаимодействуют с Америкой. Там американцы присутствуют, и англичане очень сильно, и с Францией некоторые. То есть их ориентация, она активная, именно прозападная. С одной стороны, с другой стороны, они разлагают запад изнутри очень эффективно и очень быстро. Ну, а Катере в последнее время, я так понял, много слышно именно за счет его информационных ресурсов, за счет того, что это такой офшор Персидского залива, а не за счет его реального веса? Возможно, я не специалист по Катеру, давайте так и скажу просто. Ну, то есть таких много еще. Ну, а это существенная сила, активная. Господинский, у меня еще два вопроса, потому что после этого... Приднестровка. Нет, это Приднестровчанка. Приднестровчанка, извините. Приднестровчанка. Да, пожалуйста. Значит, после этого на мой вопрос вы сказали, что израиль собирается признавать палестинскую государственность, и позже вы сказали, что он согласен признать в нынешних границах. Так все-таки, какой ваш окончательный момент? У нас есть границы. Вот наше государство. Просто это разные вещи. А, если палестинцы завтра объявят государство в Иордании, скажут, что это Палестина, пусть называют себя Гонололу. Нас это не интересует. Ну, просто говорю, у нас вот маленькое государство, 20 тысяч квадратных, пробовали уже заниматься землепродавством. Кто родиной торгует, тот того кара не минует. Не надо отдавать никому свои земли. Вы знаете, того же вам, кстати, желаю. Вот ничего хорошего из этого не происходит. Тем более, тем больше у вас их, как мы выясните, чуть-чуть больше, чем у нас. Кстати, даже Приднестрова говорит, сколько тысяч квадратных километров? Я не помню. Ну, вот видите. А мы считаем, видимо, больше, потому что мы считаем каждые тысячи квадратных километров. То есть, вы признаете в нынешних границах? Что можно заключить мир и... К примеру, мы готовы жить в мире со всеми арабскими странами. Вот арабы живут там, там, там. Вы хотите мир? Миру, мир. Все, цветы, культурный обмен. Все, что вы хотите? Ответ, да. С арабами? Это всегда было так. У нас, кстати, сейчас мир в Сиордании есть посольство. Хотя, ну, такой мир, как я сказал, с Игипсом. А? Мы не понимаем, честно, по Плестиву говорить. Плестиву, о нее нету. Как можно жить в мире? Мы не можем с ними заключить мир, а их нету. Нет таких людей. Есть арабы внутри Израиля. Жить с ними в мире, ну, пожалуйста, есть... Как с любым гражданином? А если гражданин занимается тем, что взрывает бомбу, бомбу и сажает в тюрьму? Но Израиль ведь не знает, что все палестинские территории. Плестинские территории физически существуют. Но их не было никогда, я не понимаю, о чем говорит. Вот есть газа. Мир с газой, пожалуйста, но они стреляют. Ну, придется тоже стрелять. Хорошо, отстаивай, папа. Нет, я просто не понимаю, в смысле, не понимаю, о чем вы говорите. Ну, мы с девушкой, которая ушла, говорим о том же, что... Ну, в общем, ладно. Это вершина, это летают ракеты из газа, да? Да, сейчас уже, да. Грады живут там, да. Касамни для Италии, грады для Италии. Но вы говорите, что палестинские физически существуют на какой-либо некой территории, правильно? Но это наши граждане, наши граждане, арабы. Но они не считают себя вашими гражданами. Они сами ведут военную. Ой, ради бога, тогда мы просто... И вот если они так будут открыто заявлять, то мы поможем им, опять же, если чем-то недовольны. У нас есть свобода иммиграции. Понимаете? Чемодан, вокзал. Да, то есть мир вы признаете при включении Палестины в Израиль. В тех границах, когда Израиль займет... Пусть прощения, у нас нет Палестины, есть Израиль. Есть Израиль, у нас есть арабские граждане. С арабскими гражданами мы обращаемся, я думаю, так как нигде ни в одной арабской стороне не обращаются с другим меньшинством. Я вас уверяю. Нигде ни в одной арабской стороне вещество не пользуется такими же правами, как у нас арабы. Ну, хватит, мы, по-моему, достаточно уже им даем. Да? А еще один вопрос. Ну, давайте второй. Как специалист по Ближнему Востоку, дайте ваше мнение. Какова позиция Ирана? Чью позицию занимает Иран в Ближневосточном конфликте? То есть, Израиль или Палестина? Не на словах, а на деле. Потому что из последних заявлений Ахмадиджан я могу сделать явный вывод, что не палестинскую. Я не знаю, на основе чего это говорить. Ахмадиджан наш враг. Он враг не потому только, что он об этом иногда говорит, а потому, что его спецслужбы стоят за некоторыми трактами, как взрыв еврейского центра Буэнос-Айреса. Да, они поддерживают Хамас. А? Да, они поддерживают. Он насрал. Мы об этом тоже говорили. Вот теперь сейчас. Теперь с Хамасом он несколько сейчас разругался, не имею в виду. Поэтому, говорит, он не совсем прав-палестинский. Ну, знаете, милые броня-то столько тешатся. Сейчас. Но по поводу Рана хочу вам сказать. Вот его позиция, вот этого человека, просто настолько абсурдна. Потому что как раз между Израилем и Раном раньше существовали. И могли бы сегодня существовать прекрасное отношение. Геополитически это было бы настолько правильно. Но пока там сидит человек, который время от времени говорит, мы, вас не должно быть вообще на земном шаре. Ну, так понятно, что реакция будет в том числе и ликвидация его ядерного потенциала. Да. Если человек говорит, мы вас собираемся уничтожить. Мы ему говорим, слушайте, мы же там вот с вами дружили, дружим, готовы дальше дружить. Собственно, у нас, понимаете, против Рана по определению ничего не может быть. Вы знаете, где Иран, где Израиль, да? Там между нами еще Ирак, то есть огромная территория. Но он никак не может успокоиться. Кстати, вот тут Россия, если бы Россия была бы сегодня Советским Союзом, то Россия бы быстро успокоила Ахмадинаджаду и установила там свое серьезное влияние, как на Израиль, так и на Сибирь в пользу России, да? То есть увеличил бы свое присутствие влияние и политическое, и экономическое, успокоив Ахмадинаджаду и примирив его с Израилем, просто был бы очень красивый политический ход. Но я не уверен, что МИД Лаврова способен такого. Скажи, пожалуйста, а может ли Ахмадинаджаду нанести удар по Израилю вообще? У него хватит мозгов или нет? Ну, тогда... Я не психиатр. И, в принципе, тогда Израиль нанесет, естественно, ответный удар, да? Да, я думаю, Израиль может и первый нанести удар. Если сидит человек и говорит, я сейчас буду строить себе ракеты, то и все, для того, чтобы вас уничтожить. Ну, так было бы естественно, чтобы Израиль как-то беспокоился о том, чтобы эти ракеты были уничтожены. Ну, здесь было бы нормально, вполне оправданно. Это вопрос тактики. Но изначально, еще раз повторяю, ситуация с Ираном, она досадная. Потому что с этой страной, ну, уж точно можно было бы жить в мире и в понимании. И, как вы понимаете, у Израиля нет цели изменить ситуацию, заставить их принять какую-то другую религию. У нас с ними нет вообще никаких противоречий. И мы с Ираном могли бы прекрасно договариваться. И, кстати, там огромное количество народу. Самое интересное, да? Вот в интернет заходишь, в сообщество. Когда была операция «Литой свинец», блогеры из какой страны оказали Израилу самую большую поддержку? Из Ирана. А много евреев говорят? Нет, мало. Нет, иранцы постоянно. То есть, вот в интернете постоянно видишь иранцев, которые полностью, мы все с вами и так далее. Почти вся оппозиция настроена, потому что в Израиле очень доброжелательно. Но национальная гвардия, то есть их, так сказать, КГБ и прочее, достаточно крепко поддерживает Тахмадин Эджада. А Айатоллы скорее против. А лавитов из Сирии уберут, как вы думаете, нет? Лавитов из Сирии уберут. Если будет резня, то уберут. Очень надеюсь... Ну, их же там бедра, потому что оно все суньет. Израилю пока, в том числе, это именно Израиль, удается удерживать как-то страны НАТО от удара. Потому что Израиль не поддерживает это. А они все-таки будут с нами как-то считаться, потому что, ну, совсем уже близко. Тем более, что Сирия может помнить по нам сразу, реакция будет. То есть, эти оттуда, а виноваты, ну, кто виноват, мы это знаем. Мы это понимаем. Поэтому Израиль ни в коем случае не хочет этого всего. Но Асад ведет себя не во всем умно. Те методы пыток и подавления, которые он использует, они вызывают обратную реакцию. Вот, надо было чему-то уже научиться. То есть, сильный военный удар, он всегда эффективен. А когда ты берешь там девочку, которому по 16 лет, и издеваешься над ними, вырываешь им ногти и так далее, чем занимаются они сегодня, так как они подавляют демонстрацию, это вызывает обратную реакцию. Поэтому, в общем-то, и симпатизировать ТАСАДу очень трудно тоже, надо понимать. То есть, для этого нужно совсем не понимать, не знать, что там происходит. Но любая альтернатива, она будет намного хуже. А саудиты на стороне против Асада, правильно? Они все стоят и смотрят, куда, что пойдет. Они понимают, что Асад может быть уцелеть, тогда не стоит перегибать палку. С другой стороны, а если есть шанс его скинуть, это позиция Ирана в том числе, которая опирается там на очень сильную шиитскую общину. С одной стороны, поддерживают, а с другой стороны, смотрят, а может, все-таки стоит... Они себя очень хитро ведут, вероломно, как они сдали Каддафи. Ведь, ну, что бы там ни происходило в Ливии, но допустить массовых бомбардировок с десятками тысяч убиток, то, что там творилось, это же чудовищно, то, что делалось в Ливии. А арабская лига это, по сути, поддержала, чтобы вы понимали. А если что-то израиль с палестинцами, ну, тут нет, это... Тут сразу кровь обливается, сразу дети все кровавые мальчики. Вот сейчас Максим Шевченко из Газа рассказывает об этом. Что бы он там остался? Есть вопрос. А Киворкова там же с ним? По-моему, нет, но вообще-то... Спасибо вам за лекцию, наверное, тогда. Вам спасибо, я думаю, что мы хорошо провели время. И главное, что... Мне кажется, мы узнали много, я от вас, вы, может быть, что-то от меня. Спасибо. Спасибо.